Восвитая служба информации телерадио компании «Гомель» В студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске Высокие стандарты областный союз наймальников представил пропановы по удоскональнению працеванного законодательства Чему у «Гомеля» не будуют подземные паркинги? Это пытание включили в парадок дня сегодняшнего посяжения Гарвы Конкама Живая культура в Ветковском районе провели региональный обрат в аджении и похование стралы А сейчас об этом и иншим больше подробязно Ситуация на белорусских нафтоперепроцовщих заводах, реализация инвестпроектов и перспективы Галины Кировник державы сегодня наведал ведучее предприемство белорусской нафтоперепроцовки «Нафтан» Вядома визиту в Витебскую в областях – это добрая подстава комплексно зернуть на ситуацию в регионе «Нафтан» зараз формирует 6% волового внутреннего продукта в области и забеспечивает больше, как полову покажеку промысловости у самим Новополоцку Тому першарадная задача – зарабить ставку на развитие инших галин Машина, станкобудование, коммунальные сферы, капсвести от залежности нафтохимичного комплекса Безумовно, в целом в области сделано немало реконструированный льнокомбинат добрую динамику показывает обудковая промысловость А вот мясоперопрацовшая галина мая потребует нарушивание объемов сыровины и понижение выдатков Что до притягнения инвестиций, то поравнание с иншими областями покажеки нижайшие вдвоя По раннейшему, ключевой задачей для региона застаётся створение необходимых умов для повышения уровня життя людей и росту заработной платы Проблемы надо решать, видеть стратегию, за счёт чего мы будем первые удерживать здесь людей На такой зарплате людей не удерживают Должна быть определённая стратегия, ну примерно, как вы пытаетесь, или пытались, уже, может, отошли Выстроить стратегию в сельском хозяйстве, где вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два района Где что-то объединить, разъединить и так далее И в результате получить эффект не только в производстве, но и эффект в экономике Чтобы мы видели стратегию, ну тоже малое, среднее, давайте предпринимательство развивать Условия создан, ты их сюда не затянешь Условия есть, они пришли, работают, не работают Надо думать о стратегических каких-то отраслях и предприятиях В своё время мы начали деревообработку модернизировать, и у вас немало сделали Если вы здесь не работаете на модернизированных предприятиях, а это ваша стратегия Одна, скажем, из стратегии, потому что вы в лесу живёте, лес надо перерабатывать Если у вас там плохо, но это вообще плохо для вас, для министра и для правительства К примеру, вот это стратегическое направление Но это не ваша придуманная стратегия Это когда-то через колено её всех заставят модернизировать деревообработку Кричали, вопили, не туда деньги вложили Сегодня деревообработка даёт результат в целом по стране А вот «Нафтан» бачить будущую за развитием нафтохимичного керунка Продприемство за четыре месяца этого года спрацовало с прибытком Рентабельность невеликая, крыху больше за один процент Пять объектов зараз в процессе будовництва Самые выдатковые у столёка, как савання Увод усягу комплексу дозволить поглыбить перепроцовку в углеводородной сыровине до 90% И подоличить выход светлых нафтопродуктов до узровню 65% Керовник державы сегодня наведал и операторскую установку першесной перепроцовки нафты АТ-8 На трёх гектарах побудованы уникальный объект, на яким многие позиции, обсталявания, технологии, варты, звания эксклюзив Дякуючи АТ-8, завод суммарно может перепроцовывать больше, как 12 миллионов тонн нафты за год Увод у эксплуатации установки дозволил вырошить одразу некольки задач Повеличить объёмы перепроцовки нафты, знизить споживание энергии и поширить ассортимент продуктов для забеспечения сыровиной усягу предприемства Экономичный державный эффект от глубокой модернизации нафтохимии, якость продукции, умение захопливать и утримливать новые рынки И знаходить специалистов с высокой компетенцией Ключевые пытания, развитие нае важнейшее для экономики Беларуси Галины, означать реального суверенитету Обмерковывали на нараде на новополоцком нафтане за делом керовника державы Пильная увага президента, минавито, до нафтохимии оправдана У модернизации только нафта на укладена больше за 1,5 миллиарда долларов А два завода у Новополоцкого и Мазыры займают больше, как 15% от всей промысловой вытворчасти краины Нафтохимия важная для краины и еще как инновационный кластер Тут формируются новые технологии и материалы для широкого списка сумежников От будовництва до парфюмерии Адгетуль и приоритетность решения финансовых и организационных питаний о модернизации нафтана и Мазырского НПЗ Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе Все остальное зависит от руководства этих предприятий И все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации Было поддержано на 100% Это говорит о важности той работы, которую мы проводим Я не скажу, что уж суверенитет и независимость нашего государства напрямую и только зависит от работы НПЗ Но это один из факторов, довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства Читай, белорусского государства в целом Нет экономики, нет государства Протягиваем выпуск «Финансовое оздоровление сельско-господарших организаций», «Ахова прации» и «Супрадзеяние коррупции» У Гомеле отбулося посаджение областного союза наймальников Директоры самых буйных предприятий региона огучили пропоновые по удосконаливанию существующего законодательства в сфере работающих отношений Подробности в следующем сюжете Эти люди об соправдной ситуации в реальном секторе экономики ведут все Гомельский областный союз наймальников можно было бы назвать официальным клубом директоров предприятий региона У селяким выпадку, это именно тое утворение, где керовники субъектов господарения могут не просто выказать думки на конт иснуючих проблем А лей донести свои пропоновые до депутатов у всех узровню Союз нанимателей – это своего рода клуб директоров крупных и средних предприятий, организаций Гомельской области Это площадка для того, чтобы где-то поделиться проблемами, обсудить их, найти диалог с исполнительной властью и найти конструктивные решения На этот раз на порядку дня – питание холы прасы Зараз обмерковывается новый проект ответственного закона И керовники предприятий в Гомельской области не завсюду сгодны с пропонуемыми нововведениями Тут и дозволна контроль мясовыми органами улады за ситуацией на предприемствах республиканской формы властности И усмаснение медицинского нагляда с работниками, які працуют у небеспечных умовах И еще одна тема для обмеркования – выконание предприемствами своих договорных обовязательствов У некоторых организациях ответственные документы складаются юристами с настолько низкой квалификацией Что при возникне неконфликтной ситуации предприемство вымушено выплачивать значные штрафные санкции Экономичный суд по переднюю проверку таких документов по закону проводить и не может Але этот же закон не забороняя организацию для специалистов субъектов господарения на будшальных семинарах Ненадлежащая организация работы имеет место быть в ряде случаев в данном направлении А ведь в 90% случаев тех споров, которые мы рассматриваем в суде, они базируются на договорах Это арендой, поставкой, купле-продажей и так далее Пытание, якое может иршиться любого предприемства – супродзения коррупции Международный стандарт в этой сфере иснует уже не первый год, але в Гомельской области И он поколь не дейничает ни у одной организации Размова про спросуции укорнений документации, которая будет содейничать не только продухерями таких фактов сирот работников Галей створить немогчимыми коррупционные злочинства с боку партнеров По честь посаджения областного союза наймальников высветляется Об таким стандарте на многих предприемствах сегодня просто не ведают А тому термины его укорнения навод не огучиваются Хоть с другого боку, у супродзения коррупции повинны быть зацикавлены усе Есть такой стандарт ИСО 3701-2016 Это внедрение системы менеджмента по борьбе с коррупцией Поэтому мы хотели бы, чтобы руководителям предприятиям представили, что собой представляет этот международный стандарт Потому что он практически на территории Республики Беларусь Еще отдельно частями внедрен на отдельных предприятиях Чтобы просто представили эту программу, представили, что это такое Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель» Сегодня у Гомеля обмярковывали перспективы архитектурного обличия областного центра На посяжение гарвы Конкама запросили специалистов по городобудовництве и жильево-коммунальные господарцы С выказанными пропоновами ознайомился Олег Сентюров Головная увага зараз. Реализация затвержденного два с половой годы тому генерального плана развития города Работа ведется одночасово по некаких накерунках От додатковой забудовы в уже иснующих микрорайонах до пошуку принципово новых плясовок Причем разглядаются все махчимые варианты Навод, коли на перший погляд они могут сдаваться неперспективными В этом случае проведут необходимые доследования Треба принять качатковые решения и больше до этой темы не вертаться Управление архитектуры погаджается Не все плясовки могут быть пригодными для будовництва Так званая Гомельская бурая болота Вода тут находится на поверхне, навод самым спякотным летом Ее узровень может быть увагуле таким высоким, что любое будовництво кажется экономично немытозгодным Одночасово по час посаджения Гарва Конкама Означается недостатковая работа администрации по попереживанию выпадков самобольного будовництва По околкаси складенных протоколов, по этому покажику Гомель сирот областных центров явный лидер Только в первом квартале 44 официально зарегистровано порушение Сирот инших питаний, у которых хвалюте гомельчан Наявность инфраструктуры в новых районах Проблемы еще еще застаются, а леек становится меньше Романовичи, ну третья очередь, это один из последних таких проектов Где уже, в принципе, даже туда сети уже подводят Так что вот то, что люди, были обращения у нас Как бы и многочисленное достаточное обращение О том, что не хватает инфраструктуры То эта инфраструктура сейчас ударными темпами вводится У притяг темы архитектурного обличча Гомеля Пытание гаражных кооперативу Зараз в областном центре их коля 160 Тут заходится коля 30 тысяч транспортных сродков При их огольной колькости у 175 тысяч Гэтага явно недостаткова При тем, что навыц доброупарадкованные кооперативы Прыгажоси областному центру не дадают У некоторых новобудовлях Проектами предуглеживаются падземные гаражи А для покой гэта выключение с правилов На стаде обмеркования находится и европейский опыт Створения размещенных под землёю Громадских шмат узровневых паркингов Правда, поколь термин реализации Хотя бы одного такого проекта У Гомеля не огучивается И справа не только в особенности Необходных для их бытовниства сродков Мы должны понимать, что в центре города Подобрать площадку для строительства Необходима большая загрузка сетей Выносить сетей из пятна застройки В этом имеются некоторые сложности И в протяг темы развития инфраструктуры На этот раз транспортный Ввести новые аутобусные маршруты Повели шесть колькасть рейсов на иснуючих У Гомеля был пассажир транс И в першиню провели промою телефонную линию На пытание жихаров региона Отказывал директор предприемства Дмитрий Камзолов За две годины он поспел Выслухать коля 20 человек Что хвалявало насельництво Как у Воголя развивается сфера пассажирских перевозок Доведовалась Марина Джалая Будуются новые микрорайоны Транспортная инфраструктура Заявляется у них не за все десинхронно с высотками У перши час новоселом А коли у распоряджения нема уласного аутотранспорта Приходится мириться с незручностями Шведская горка – один из микрорайонов Для жихарой якого Пытания нехватки аутобусных маршрутов актуальны Телефон подчас промой линии не змаукал Вырешить наболелы Альбо просто проконсультоваться непосредственно с керовництвом предприемства Могчимость отримать отказы напрямую Як кажуть с перших рук Добрый день, слушаю вас Активной фазой дачного сезона Обумолена значная колькость телефонованев С просьбой повеличить колькость рейсов по пригородных маршрутах Альбо изменить схему руху транспорта Змогчимостью заезда в певные населенные пункты За прошлый год нашим предприятиям было проведено 11 конкурсов На право шлини перевозки пассажиров в регулярном сообщении Открыто в прошлом году 33 маршрута В городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении Основная задача нашего предприятия Это организовывать перевозки пассажиров, а также контролировать Что отличается контролем за рухом транспорта, то его ожидают в тем лику с допомогой таких интерактивных карт Увесь транспорт, который рухается в своечасово, обозначены зеленым колером З отхилениями на несколько минут червенным Это спрашивает работу диспетчеров А для зручности пассажиров распрацовали мобильный додаток транспорт.бюай Тут не только расклад транспортного руху Навод, когда человек трапит в незнайомое место, ему легко будет найти шлях до необходимого припинка Программа про кладе маршрут Для этого он задает необходимые параметры в приложении Вводит необходимую информацию, откуда, куда он может добраться Программа подбирает оптимальные варианты Он выбирает, что ему подходит, с пересадками или нет Ну и совершает свою поездку Промые линии с героинистом Гомель Абл Пассажир Транса Планует проводить что месяц А вот гаража линия тут працует что день С 6 годин, 45 хвилин, до 22 Ее номер 23 87 43 Марина Джала, Валерия Гопанько, Телерадо, компания Гомель Автостопом по галактице Родители, которые воспитывают деток и молодых людей с тяжелыми ограничениями Могут оставить на короткое время Обычно на неделю раз в месяц И этой услугой они пользуются постоянно И таким образом в течение года мы сопровождаем порядка 80-90 семей Под опекой отделения коля 100 семью, которые выховывают детей с особливостями психофизичного развития Самому маленькому наведывальнику 3 годы, старейшему 31 Это место для их батьков – соправдное выратование Майский цветок очень важен Есть куда детям прийти и себе реализовать Потому что в каждом человеке с рождения заложены творческие способности И нужно обращать внимание не на то, что, ну, не на их болезнь А на то, что они могут сделать Это очень важно Важный накерунок работы – сопровождение молодых людей Юники и девчата, которые закончили допоможную школу Альбо коррекционный центр Приходят сюда что день на занятки Утым легко по развитию разных социальных навыков Зараз в такой группе 20 молодых людей Марина Джала, Евгения Кухаронник, Игорь Марыщенко Телерадо и компания «Гомель» Региональный обрат в аджении похования страли Прошел в агрогородку Сталбун Ветковского района Его проведение заховалось до наших дней Он в натуральных умовах и одрознивается разностаенностью песен, карагодов и театрализованных дзенев Сенс обраду – 200 стралу отвезки Это значит, збирающие одрозных не счастлив Кожный год его ладят на шестым тыдне после Великого дня На православное свято у шести Господняга Мероприемство, что год, збирая множество людей У Сталбун приезжают гости не только из розных кутков Беларуси, а и замежа Для проведения обраду вязковцы у дельники фольклорных коллективов Збираются в центры городка, вводят карагоды и спевают песни Затым, поделившись на шаренге, женщины берутся за руки и идут у конец везки до житнего поля По дорозе они спевают головную песню «Як пущу стралу» Обрат завершается похованием символичной стралы, грошей ци упрыгоживания Девять колосков, собранных в этот день на поле, господа не заховывают дома за образами весь год Это оберег от маланки и залог достатку Сегодняшний обряд мы его ждем целый год и как можно больше и хотим, чтобы приехало людей Чтобы люди интересовались этим обрядом, чтобы этот обряд еще долго-долго-долго жил Нам это очень интересно и важно Обрат похования стралы сегодня протягивает жизнь в некоторых везках посожа Кроме Ветковского района, традиция распаусюженная и в российском помеже Однако наибольшим массовым и самобытным лишится традиция везцы Сталбун Эта и иншая новина вы можете найти на нашем сайте В интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен Дякую за увагу и до встречи в эфире Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Чечерске пенсионера Обгоревшее тело которого было найдено на месте пожара в собственном доме Среди обвиняемых 23-летняя знакомая погибшего и ее сожители В ноябре прошлого года они украли у пожилого мужчины пенсию На второй день избили его, отняли еще 60 рублей и бутылку водки А на третий, расстроившись из-за обращения в милицию Причинили пенсионеру ранение и, облив тело бензином, подожгли Она открыла дверь и эту, и тут открыла дверь и зашла Взяла, облила его, я вот здесь стоял, вот здесь стоял я Она облила, подожгла, одну спичку не запалилась А на вторую, пых, вот облила, вот и взяла, облила Тырк, она потухла И на вторую, пых, пых Следует отметить, что обвиняемые не в первый раз приступили к черту закона Мужчина ранее 7 раз привлекался к уголовной ответственности В первый раз, еще будучи несовершеннолетним, совершил кражу вместе с приятелем с приусадебного участка Был судим также за злостное хулиганство Угрозу убийством своему дяде и родной бабушке, которая его вырастила Также мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности Из них 11 раз за мелкое хулиганство Дело возбуждено сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Проведены экспертизы и комплекс следственных действий Материалы переданы прокурору для направления в суд Оказал сопротивление врачам и милиции Инцидент произошел на ступеньках Гомельского облсполкома Сегодня около 10 часов в милицию поступило сообщение о том, что на крыльце административного здания На проспекте Ленина сидит мужчина, руки его в крови, а сам ведет себя не вполне нормально По предварительной информации мужчину со странным поведением заметил дежурный и вышел уточнить, нужна ли ему помощь Но увидев на ступеньках кровь, сразу вызвал милицию По приезду медиков и правоохранителей мужчина стал вести себя вызывающе, совершал выпады в отношении представителей экстренных служб Несмотря на агрессивное поведение, ему все-таки удалось оказать помощь Мужчину госпитализировали, у него имелись признаки алкогольного опьянения По прибытию на указанное место был обнаружен мужчина с травмами обеих рук, ввел на тебя неадекватно Медработники при помощи сотрудников милиции поместили его в автомобиль скорой медицинской помощи В дальнейшем он был госпитализирован в учреждение здравоохранения С предварительным диагнозом резаные раны обоих предплечья Правоохранители установили личность гражданина Это 34-летний житель Гомельского района Ранее был судим за мошенничество, кражу и незаконный оборот наркотиков Лечился от наркотической зависимости Освободился из мест лишения свободы в апреле этого года и нашел работу По предварительной информации на такой поступок Его подтолкнуло нежелание возмещать затраты на содержание ребенка, который находится в приемной семье В Гомеле от экипажа ГАИ попытался скрыться нарушитель на мотоцикле 23-летний молодой человек не остановился по требованию инспектора на площади Ленина, где те несли дежурство Началась погоня Сначала она проходила на улице Советской, по которой поехал мотоциклист А продолжилась в Новобелецком районе Практически сразу после начала преследования бесправник выехал на полосу встречного движения Развернулся и поехал в сторону моста через СОЖ Продолжилась погоня уже в 104-м микрорайоне Уйти от сотрудников ГАИ водителю так и не удалось На него составили 6 административных протоколов, а мотоцикл забрали на штрафстоянку Стаж имеет значение В Житковичском районе девушка-водитель не справилась с управлением и совершила ДТП 21-летняя девушка находилась за рулем автомобиля Ниссан Тирана и двигалась вместе с пассажирами по автодороге Марахорова-Видошин В какой-то момент она вошла в неуправляемый занос и съехала в правую походу движения Кювет, после чего машина ее опрокинулась В результате происшествия девушка-водитель, также ее пассажир, 41-летняя женщина, с травмами были доставлены в больницу И водители-пассажиры ремнями безопасности пристегнуты были У меня все. Оставайтесь на Беларусь 4. До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте Вслед за БЧ еще одна гомельская команда ВРЗ Поражение стартовало в медальных баталиях чемпионата Беларуси по мини-футболу Первый поединок финальной серии против столицы вагоностроители проводили на домашнем паркете Игра для хозяев не задалась с первых минут Команда Анатолия Яновского была не похожа сама на себя Растерянности и сумбур в действиях Менчане не дремали и основательно прибрали инициативу к своим рукам Назревавший гол случился на 13-й минуте Бета исполнил привычную для него роль столба и отпасовал в центр на Лазюка Тот пробил не сильно, но точно 0-1 За три секунды до сирены на перерыв гости преимущество удвоили Вагоностроители вели позиционную атаку с подключением голкипера Золотухин ошибается, исполняя передачу, а роговик по пустым воротам не промахивается Разговор в раздевалке ВРЗ в перерыве состоялся, похоже, очень серьезный Хозяева завелись и отбиваться приходилось уже гостям Справлялись с этим они до 26-й минуты Золотухин нашел перед воротами Рогачева Лучший снайпер команды передачу партнера использовал со стопроцентной эффективностью 1-2 Гомельчане на кураже бросились дожимать соперника, однако вскоре пропустили контратаку Гандикап в два мяча ударом под перекладину восстановил роговик Спасти игру гомельчане попытались, выпустив гонялу На 38-й минуте отставание удалось сократить И вновь в центре внимания был Золотухин Его прострел вдоль ворот замкнул минчанин Альшевский Гол оживил трибуну локомотива, а вагоностроители продолжили штурм ворот соперника Однако надежды на положительный исход за 20 секунд до сирены Перечеркнула еще одна ошибка в передаче Роговик оформил хит-трик 2-4, поражение ВРЗ Может, где-то сказалась усталость после трех игр с БЧ Ребятам тяжело, ребята играли последнюю игру семером, восьмером Там кто-то на травмах Поэтому где-то допускали детские ошибки Будем смотреть, будем делать выводы из этого И справляться еще впереди минимум две игры Поэтому будем смотреть вперед Сейчас сядем с холодной головой, подумаем, что делать дальше Главное не опускать руки Еще минимум две игры, поэтому сделаем работу над ошибками Будем идти вперед Я считаю, что у нас все шансы выиграть и стать чемпионом Второй поединок финальной серии до трех побед пройдет в понедельник, 10 июня в Минске Начало в 19.00 Днем ранее в воскресенье в Гомеле БЧ и Витен сыграют второй матч бронзовой серии чемпионата Игра на паркете спорткомплекса «Локомотив» начнется в 17.00 В этом противостоянии впереди аршанская команда Завтра в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу пройдут поединки девятого тура Гомельский «Локомотив» дома встретится со Сморгоньем В 17.30 время начала поединка на стадионе «Локомотив» Светлогорский «Химик» также играет на своем газоне Соперник – столичный НФК В этом матче стартовый свисток арбитр даст в 18.00 Речицкий «Спутник» отправится в Пинск, где сыграет с местной волной Начало матча также в 18.00 На этом пока все, с новостями спорта ознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4